привет друзья находитесь вы на канале отдыха тогда я с вами как всегда ксюша александр отдыхаем в хургаде в отеле фараон азур будь здорово солнышко светит но мы двигаемся значит знакомиться с этим отелем кто не видел наше предыдущее видео это наш номер значит берем наш рюкзачок пойдем покушаем как раз сейчас время обеда да покажем какой ресторан работает на обед здесь не все не все мероприятия скажем так проходят в одном ресторане карточку взял и на полотенце я тоже взял значит и покажем вам в этом видео моречка да здесь ужин и завтрак проходит в одном ресторане который находится в главном корпусе а вот обед на который мы с вами идем находится на пляже поэтому на моречке да на моречке поэтому мы с вами сейчас на него и идем отель большой территории отеля составляет 220 тысяч квадратных метров что относительно подогреваемых бассейнов там вообще температуры моря погоды это все обязательно мы будем освещать наших видео но сегодня наше видео будет посвящаться двум наверное основным фактором за которыми туристы едут на отдых да это море и погода и поесть значит кстати на пляж здесь из-за того что большая территория курсирует трансфер еще пока не подскажем как часто он ездит мы больше любим пешие прогулки вот но если в поймаем то обязательно узнаем ребята пожалуйста напишите такая обстановка сейчас у нас такая погода мы с вами делимся сегодня просто супер-пупер день сегодня очень такой теплый безветренный день мы не знаем что быть но мы в этой поездке будем показывать вам на нашу точку зрения и по отзывам многочисленных отдыхающих максимум безветренные отели кургаты здесь пахнет морем мы все-таки в правильном направлении сли мы вышли на пляж здесь конечно это скорее всего огромнейший и такой знаешь ключевой громаднейший плюс этого отеля что это первая береговая и здесь просто посмотрите сумасшедшие виды ресторан который работает на обед работает на пляже да сейчас покажем в общем что можно поесть да видим очень мы так подойдем ого вот только вот на на обеде да скорее всего на ужине и на завтраке да понимаешь заполняемость отеля здесь у нас сегодня гриль посмотрим что тут у нас вкусненького интересного ага здесь не гриль здесь пицца пицца так вот начинается вот начинается первая зона с едой что здесь давайте посмотрим а здесь у нас сладкое тортики пироженки это зефирки шоколадные а здесь также фрукты по фруктам глава отрессины яблоки мандарины и бананы и свиньки достойте и также здесь овощи у нас по овощам вот вижу и баклажаны с тусини и всякие египетские такие вот соусы как они правильно называются я сказать не могу всякие вот с дыней . в общем помидорчики огурчики очень по овощам здесь очень даже хорошо поскольку а тем более поскольку у нас зима то здесь не то что хорошо просто превосходно так картофельный крем-суп ребят ничего себя тут пробовал картофельный крем-суп я например вот разная ступу пробовала и пиквеные не знаю там много супов сейчас и не вспомнишь но картофельный конечно первый раз надо будет его попробовать потом прозрачный овощной суп также здесь паста тарелки рыбное филе здесь у нас что картофель так здесь у нас что курица карри она выглядит это карри как гриль с какой-то подливой здесь гуляш ну конечно круто они поставили ресторан спасибо большое овощной рагу и передавайте всем привет передавайте всем привет дела отлично рис дальше у нас идет блюдо от шефа это гамбян говядина а это не фалафель я думаю это палатки красиво это тесто это тесто кончики как сладкие сладкие ага сладкие а мед и вот еще сразу когда заканчивается зона следой у нас начинается бар на баре как видите вода значит у любви потом напитком что первое бросилось в глаза это значит с кока-кола пепси все идет бутылочная также пиво бутылочная ну и всякие разные напитки а местного производства хайнекен и дублируются другой стороны также вода топе и стоит кофемашина и большими буквами под вода горячая вода как мужчина макияда делаете тот напиток который вам по душе хочу еще раз показать вам локацию которая здесь здесь просто действительно очень безумно красиво особенно когда прилетаешь с зимы в лето попадает как вот честное слово 12 месяцев итак друзья показали мы вам обзор обеда значит что мы себе взяли рыбка говядина рис низкий окуль ну и для меня это рыбка самая большая очередь стоит за пиццей поэтому я ее выставил сейчас только пока александр режет пиццу посмотрите какое хорошее место под солнцем мы заняли сразу сидим возле моря и что хочется вам показать это сумасшедшие отливы просто кораллы все сверху но тем не менее обстановка все равно здесь пока не нравится то что несмотря на вот эти вот отливы здесь два пирса по которым можно зайти сразу на глубину 1 и 2 так в общем не зря ли я стоял я заказал себе только с сыром вот так вкусно пустая вкусные начинки много раз в основном беру смеки но я люблю с сыром про лист тут говорить нечего листок лист рис в египте только в турции вкусный а ну говядина как мягенькая я попробовала нильский окунь и конечно низкий окунь здесь как-то с карри или чем он мне он что-то не зашел насколько я его люблю но здесь он как там приготовлен не так вкусно как бывает загадина несмотря на то что она соусом полито она все таки суховато и жестковато она даже видно вот я знаю тебе вот эти барабули понравились я у тебя одну взяла вкусно вместо хлеба отлично ну жирноватая на ну и по посуде посуда на пляже толстый пластик принципе наливаются из бутылок пляжная полоса очень длинная и кстати этот район славится своими отливами и приливами но они тут очень такие заметные и наверное уже ближе к дезерт роуз там дани бич они такие менее ощутимые а вот здесь конечно джазы до палате да как та сторона да вот смотрю и вот перед глазами этот отель прям вот ну там тоже кстати есть этот бирс один или да или в дану надо и в этот в бич надо идти в лагуне купаться ну вот это конечно такая картина ну вот наверное зимнее время с маленькими детьми нужно покупаться вон в принципе там пройтись посмотрим как она будет с утра и во сколько начинается здесь отливы наверное до обеда можно будет купаться после обеда бассейна тепло подогреваем не так зачем вон спокойные спуске в эти открытое море мне кажется вообще от пляжи но притом имея короткий сам пирс ну скажу так я скажу так вот если бы я летела в египет первый раз так многие нам пишут туристов включу первый раз подскажите ну как можно подсказать меня еще такие вот двоякие ощущения поэтому отеля я еще не совсем разобралась и по пляжу ну вообще мы будем сюда все это показывать освещать вот я вижу сейчас это ужас ну посмотрите ну я тебе хочу даже при этот тот же самый ватрос палац привести в пример много людей купается получает от этого кайф и вообще никто ни о чем не за я больше скажу это один из известнейших отелей фургады это действительно очень известный отель и в него также как и в дону бич едут все воды есть те которые за которые против но также скорее всего и азур я кстати обратила внимание здесь не только много места здесь также действительно много итальянцев да очень много и смотри два есть пирса один длинный сразу кораллом и 2 короткий вот в лагуны который ведет и тут уже ты себе купаешься вот специальная обувь нужна ну тут надо выбирать либо ты хочешь кораллы либо ты хочешь песчаный заход все тогда если ты хочешь песчаный заход тебе надо это на эль мамшу тут вот песчаный заход а вон кораллы на вон можно не тут есть и ежи и это да да сейчас и мы наверно будем если шезлонг раздобудем хорошо пускай там все что тут вот и закрыт вход и открыты только вот эти два ну да немного времени прошло удобный заход вот реально смотри хорошие металлические такие так ребятки идем мы на встречу с гидом доброе утро а как у вас вот это было когда этот ливень снег ребят никогда египтяне не видели снег в стране вечного солнца и вечного лета это зима наша зима похоже на лето да 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 сейчас вообще просто шепчет просто погода прекрасная вот мы конечно наслаждаемся уже даже успели чуть-чуть загореть сколько но не надо рассказать Это даже о Хургале. Вы ее все знаете. Давайте познакомиться. Меня зовут Ибрагим Гали. Я знаю, что вы завтра просто оставили. Нет отдохнутых Марсалам когда? Пока нет. Там красивее. Красивее, да? Да мы хотим Марсалам. Просто там спокойнее. И море там намного красивее, чем в Шарме, чем в Хургале. В Хургале отличается, но в Шарме море красивее. Очень богатый. Но там минус. Пляжи просто и песчаные. В Хургале Марсалам и песчаные пляжи. Да. И Марсалам тоже. А в Шармальшейхе нет? Нет. В море. В Шармальшейхе Марсалам. Вот море, Шармальшейхе, Марсалам. То есть Марсалам это два в одном. Там и пляжи, и очень красивый, богатый подводный мир. Очень шикарная красная моря. Но нет шопинга, как в Хургале, и нет инфраструктуры. Как там и шопинг там у Марсалам? Шопинг в Марсаламе нет. Нет там шопинга, да? Потому что там без нету. То есть отели, допустим, и горы. Но в Аль-Кусе. Аль-Кусе, ну он же там до него 90 километров вроде ехать. Это город называется Ан-Кусе. Там сможет делать шопинг. Но кроме этого, нет другого варианта. Ну один вариант все-таки шопинга есть. Это уже что-то? Нет, но есть еще варианты. Там же по трассе стоят все-таки фруктовые магазины. Там есть, где все равно скупаются. Везде. Чуть-чуть дорого, но дороже, чем в центре. Потому что аренда дорого. Но это вообще по трассе. Но платят много денег для этого продукта. Может эта бутылка стоит 2 доллара. Или на улице меньше. Доллар меньше доллара. Для нас конечно решили. А почему? Нет фиксированных цен. Вот как это называется. Честно, надо трогаться. Если вы не знаете как научиться, это было бы хорошо посмотреть. Есть определенные места, где у нас фиксированные цены. Государственные аптеки, Государственные торговые центры. А какой у вас государственный торговый центр? Фараон Азур. На Эль-Фараон. Адеон? Это на Кременах. Эль-Марш. На Эль-Марш, да? Как еще раз? Фараон Азур. Фараон Азур. Нет, не Фараон Азур. Фараон Азур это отель. На Эль-Фараон. На Эль-Фараон. На Эль-Фараон. А мы не были в этом торговом. Вот, спасибо большое. Но обязательно нужно съездить туда. Но беспилат на шопинг, если вы хотите туда. А от отеля едет на трансфер бесплатный? У вас беспилатный индивидуальный трансфер. Из отеля на Эль-Фарон. Водитель вас ждет. Дените, что вы хотите. И потом возят обратно. Там хорошие цены? Да. Цена там написана. А сколько занимает по времени экскурсия? Это зависит от вас. То есть, а можно только в один вот этот фронт. Эль-Фронт. И обратно в отель. Да. И можно в другие. Если не хотите, например. Крокодемию позже. Не хотим? Не хотим. Не хотим. Не хотим. Не хотим. Золото или серфро. Нет. Что еще? Парфюмы. Ну, парфюм интересно, но нет. Да. Это все время. И на Эль-Фронт. Вот. А на Эль-Фронт. Итак, ребята. Наша встреча с гидом уже подошла к концу. Сразу хочется сказать то, что гид, конечно, парень во! Отменный и веселый. Мы насмеялись от души. И мы с ним. И он с нами. В общем, хочется сразу же добавить то, что все-таки бывают гиды, которые не напрягают, которые вот такие вот адекватные, которые позитивные. Позитивные. Да. Рассказал нам вот для нас даже. Это очень была интересная такая информация. Думаю, для вас это будет тоже, кто любит шоппинг. То, что есть бесплатный трансфер с отеля, в котором мы отдыхаем. В какой-то там... Забыла название этого магазина. Будет у нас обзор. Да, мы покажем, значит, действительно ли трансфер там все вот это бесплатно. И если ты не покупаешь, будут ли к вам потом какие-то претензии. Забудет ли там дополнительный запрос, если вдруг вы что-то не купите. Да, да, да. Вот. И будет ли трансфер вообще индивидуален, посмотрим. Да. Потому что мы сказали сразу, нас только заинтересовало вот этот один магазин. Никуда больше мы ехать не хотим. Мы на пять часов, значит, он нам выдал талончик, что приедет водитель, нас заберет. А там уже посмотрим, как это будет на самом деле. И, конечно же, расскажем это вам. И, да. Что нас заинтересовало, именно почему данная экскурсия, не только потому, что она бесплатная, а потому, что там магазин фиксированных цен государственных. То есть, должны быть цены ниже. Мы, в принципе, ориентируемся по ценам, потому что мы стараемся максимально выбирать бюджетные магазины для шоппинга, для того, чтобы по максимуму экономить. И многих очень интересуют вопросы, где не стоит торговаться. Поэтому, я думаю, для многих именно данный магазин, если он действительно стоящий, будет хорошей находкой, отдыхая в Египте. Да. В целом, еще раз хочу повториться, конечно, сама вот эта встреча, она не несет никакого-то, какого-то там... Толку. Толку, да. О том, что, особенно вот, когда групповая идет поездка, рассказывают очень много страшилок по типу, что надо обязательно явиться для, там, всяких передач сертификатов, там, для того, чтобы вас обратно там отвезли, для... Ну, в общем, много разных пасхалок придумывают. Но, на самом деле, данная встреча, это сугубо встреча для продажи тура. Ну, в общем, делитесь, как проходили встречи у вас. Мы очень давно не ходили. Да, мы очень давно не ходили. Но, еще раз повторюсь, было интересно, как на данный момент это все происходит. Мы пошли, нам понравилось. Да. В общем, показали вам обзор обеда, показали вам, какой пляж. Обязательно в одном из следующих видео покажем, какая температура моря и скупаемся. Солнышко вот сразу над нами, ребят. Посмотрите, как оно сейчас на нас прямо светит. Я везде хожу в очках, потому что нереально без очков. Просто я наслаждаюсь летом. Да. В общем, друзья, будем заканчивать сегодняшнее видео. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока! Пока-пока.